Привет, мобильные геймеры! С вами Фликер, и в девятом асфальте появилась новая активность под названием Nitro с примесями. В данном случае акция доступна для автомобилей класса D, и сегодня мы посмотрим на это добро. На самом деле вышла акция дня 2-3 назад, но, сами понимаете, очень много новинок тут выходило, и надо было на них сделать видосы. Особенно меня порадовало возрождение Intezid 2, на которое я совсем недавно сделал видео. Ну что ж, давайте приступим, посмотрим, что из себя представляет я в топ-100, потому что, когда первый раз проходил, я наоборот собирал, короче, все вот эти баки с Nitro, а этого делать не надо было. Потому что это вам не режим заражения, как, например, это было в восьмом асфальте и в асфальте Extreme. Блин, асфальт Extreme недавно совсем выпустил топ мобильных гонок 2021-го и вообще всех времен. Так что посмотрите обязательно по всплывающей подсказке сверху, а также в конечной заставке тоже оно имеется. Также, народ, если вдруг кто не в курсе, но очень хочет поддержать канал, есть спонсорская подписка. Стоимость ее, вот, блин, зачем я взял? Вот не надо было, короче, вот эти желтые брать, надо только синие. Ай, сейчас взял, да? Собака загрязненная, с примесями. Короче, чем чаще мы будем его брать, тем меньше сможем воспользоваться как раз нитрухой. То есть, видите, справа она у нас уменьшается. Поэтому я взял Lotus, у которого достаточно долго держится нитро. Ну, так себе челлендж на самом деле, но все же хотя бы что-то новое в девятом асфальте появилось. Ну, и мне нужно, конечно же, максимально лучшее время показать на этой гонке. Сейчас мы на Lotus проедем, а, в принципе, больше я даже и не вижу смысла еще на какой-то тачке гонять. Хотя, как вариант, можно взять еще Mazda Fura и на ней проехаться. Пишите в комменты, какое у вас время. Я думаю, что многие смогли спокойно поучаствовать в этой акции. Но когда первый раз я проезжал, я такой, нужно максимальное загрязнение собирать. А нет, нужно было прочитать в самом начале и избегать, конечно же, вот этих вот баллонов нитро с примесями этими сранами. Ну, так себе, короче. Я достаточно скептически отношусь к этой акции, к этому режиму. Ну, есть еще одна такая not-bet активность в игре. Почему бы и нет? Так, я перемещаюсь в топ-50. Давайте мы попробуем в топ-25 хотя бы переместиться. Да, я недавно совсем прокачал Ford Shelby GT350. Итак, возьмем Mazda Fura. Прокатимся на этой красотке. Посмотрим, какое время смогу здесь побить. Побей свое лучшее. Минут 35 я сейчас проехал. Давайте попробуем хотя бы минуту 30, может быть. Хотя здесь у нас есть место с круговым движением, и там надо будет очень много дрифтить. Короче, просто самое главное, не собираем вот эти желтые баллоны с нитро. Пусть их другие собирают. А я не хочу. Свалил. Так. Во-во-во-во-во-во-во. Блин, все-таки забрал. То есть я не смогу уже использовать нитро-волну, как бы я этого не хотел. Но я думаю, что и идеального нитро мне вполне будет достаточно. Пишите, как вам данный ивент, данный режим новый в девятом асфальте. Мне так себе. Как вы уже заметили, я не особо активничаю в девятом асфальте, как на андроиде, так и на iOS. Практически не играя, пошел в баню. Эх, собака. Я что, нет, не взял, не взял, все нормально. Я думал, что я все-таки схватил этот загрязненный баллончик. Да ёперный театр, как я ее не увидел-то. Так, вы что, обалдели, что ли? Вот здесь очень много этих загрязненных баллонов, поэтому берем только правый. Неплохая активность, неплохая. Ждем следующий сезон. Каждый раз, когда стартует какой-то новый сезон, я уже в предвкушении следующего сезона. Что же дадут нам там? Да пошел в баню! Не, я, походу, свое лучшее время все равно не побью. Уже минута 33, минута 34. Короче, лучше всего время побивать на том же Lotus'е. И еще, конечно же, у меня неплохо обстоят дела со специальной акцией на Volkswagen W12 Coupé. Тачку я не открою, но на одной звезде, я думаю, смогу прокатиться. Либо на две звезды, может быть, прокачаем. Короче, пока мой результат это топ 50%. И еще у нас здесь появились вот такие вот акции, кубок, чего-то. И здесь можно на синий, например, прокатиться. Давайте попробуем. Сейчас я уже отснял весь материал по гейм-тесту на Redmi Note 10S. Я надеюсь, что в этом месяце я успею его смонтировать и выложить. Но не факт, не факт. Что касаемо видео по кто такие гейм-лофт. Спасибо большое Ромазу, он скинул программу для андроида. Для того, чтобы я установил старые Java игры от гейм-лофт. Думаю, что они пригодятся мне в этом ролике. Вообще, ролик достаточно большой. Мне кажется, я буду им заниматься больше, чем месяц. Может быть, два, может быть, три. Короче, не ждите. Будет сложно, потому что я еще даже толком не знаю, как я его буду делать. Может быть, он будет наподобие того, что делает Бэт-комедия. Но, конечно, у Бэда значительно лучше содержание, значительно лучше подача и, конечно же, качество съемки. Но видос я планирую сделать прям большим, содержательным и интересным. Он будет, причем, на несколько частей разбит. И я, конечно, постараюсь максимально минимизировать всякие высказывания. Буду стараться быть объективным. Поменьше вот этой воды личного мнения. Хотя личное мнение все равно там будет по поводу компании. И вообще, это касается не только Геймлофт. Сейчас с многими игровыми студиями такая ситуация, что они донатные помойки выпускают. Сейчас, кстати, большие компании выходят на мобильный рынок, потому что китайцы уже хорошо зарабатывают на своих всяких королевских битвах и не только. Ладно, прогнали, короче. Какое место я тут займу? Топ-25 пойдет. Что касаемо акции на Поршек. Мне, кстати, здесь вот надо погонять, потому что надо забрать остатки вот этих жетонов. Вот только у меня не хватает трехзвездного Ягуара CX-75. В остальном, в принципе, я максимум из этой акции выжил. Далее хорошая охота началась у нас на Эпокс АП-0. Блин, если бы у меня тачки не была на все пять звезд прокачаны, я бы поучаствовал. Далее у нас здесь ежедневные соревнования Элиты Класс С. Это не совсем интересно. Переходим в специальные события. Покажу, докуда я дошел, что как у меня вообще тут дела обстоят. И, наверное, прокатимся на... Чего мы, кстати, прокатимся? Мы можем прокатиться вот, например, на... Астане Мартине в Вантажике. Я его даже особо не прокачивал, но мне в любом случае надо задание выполнить. Давайте прокачаем ускорение до 11 этапа и поставим импортную деталь. Что ж, давайте прокатимся, постараясь побить лучшее время. Вообще, та чила Астан Мартин Вантаж, очень даже неплохая в своем классе. Она находится в Б-классе. И, насколько я помню, она... Имеется в магазине Легенды. То есть вы можете ее приобрести за кредиты. Чем я, так скажем, и занимался. Ну, погнали, посмотрим. Что здесь у меня получится, что здесь у меня выйдет. Что-то они прям угнали в самом начале. По поводу видео на Ассалюта Рейсинг. Есть один подписчик, который очень сильно ждет. Да и многие писали, типа, флик, почему в топе мобильных гонок не оказалось вот этой игры. Дело в том, что я с ней не знаком, поэтому ее и не оказалось там. И надо как-то исправить момент, с игрой познакомиться. И, может быть, я в дальнейшем, когда вы очень много мобильных гонок нарекомендуете, я их всех опробую. И сделаю, может быть, еще какой-нибудь дополнительный итог мобильных гонок. Ну, и, конечно, я сейчас очень жду Рейсинг-мастер. Разработчики вроде бы как просыпаются. На Е3 они показали еще коротенький тизер-трейлер, который не особо удивил. Но, как бы, кодмастеры сказали то, что все нормально, мы живы, мы своим проектом занимаемся. Ждите, народ. Что я там в лучшее время-то показал вообще? Заберу какие-нибудь чертежики-то. Так, один, два чертежа, три чертежа. И, смотрите, даже Эпикс забрал. То есть, в принципе, даже при моем вождении можно было хорошие результаты получить. Так, слушайте, может быть, мне еще разочек здесь проехать? Хотя, может быть, нет, не здесь. Давайте мы перейдем назад немножечко и на Феррарьке Феррарьке. Наверное, прокатимся. Минуту 19 побью и два чертежа заберу. Прокачаю Фольксваген до двух звезд. Если мне, конечно, повезет. Блин, у меня, короче, билеты закончились. Но ничего, я сейчас быстренько посмотрю рекламу и мы отправимся в гонку. Хочу все-таки эти два чертежа добить и прокачать тачку на две звезды. Итак, три билета у меня есть. Рекламку я посмотрел. Теперь можно попробовать побить время минуты 19 и забрать еще недостающие два чертежа для того, чтобы прокачать Фольксваген В12 купе на две звезды. Но, опять же, мне понадобится ключ, чтобы эта тачка у меня была. Возможно, потом, как-нибудь в конце события, в магазине появятся какие-нибудь наборы с ключом. Но вряд ли, честно говоря, вряд ли геймлофты это позволят. Не знаю вообще, что будет с девятым асфальтом в будущем. Кстати, кто прошел опросы, кто что написал, напишите, пожалуйста, в комментариях. Любопытно будет почитать. Я написал, что ценник очень дорогой. Написал, что он должен стоить как минимум 300 рублей. Награды мне ни одного пропуска, так скажем, не понравились. Но там больше речь шла именно об итальянском сезоне. Но, неважно. Мне ничего не понравилось. Скидывайте ценник. Но они вряд ли это сделают. Они могут опять создать акцию. Типа 50% скидка для тех, кто не покупал еще ни разу, допустим, пропуск легенды. Так, я успею? Не успею? Итак. Не, мне кажется, я в минуту 19 не уложусь. Минута 20. Ну, по крайней мере, один чертеж, наверное, я заберу. Сейчас посмотрим. 50 тысяч кредитов. Кстати, кредиты можно здесь неплохо так пофармить. Один, к сожалению, всего лишь чертеж. Ну, еще один я потом как-нибудь уже вне видео заберу. Думаю, можно было намного аккуратнее проехать. Хотя, подождите, мы можем еще, знаете, что выбрать? Вот эту, например, гоночку. А здесь я уже забрал, короче, чертеж. Мдаааа. По условиям у меня 200 условий выполнено. В принципе, можно, типа, тратить жетоны на наборы в магазине, но я этого делать не буду. Буду продолжать копить жетончики на сезон Форда. Не знаю, будет он или не будет, но я надеюсь. Если не будет, значит, я как-нибудь потом устрою жесткий слив там, не знаю, 50к жетонов или, может, 99к жетонов. Короче, пишите в комментах, какой слив жетонов вы бы хотели увидеть. А на этом все. С вами был по-прежнему Фликер, мобильный геймер. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok